Тут очень важный вопрос, а где все-таки мы можем остановиться, потому что, опять-таки, если мы говорим про Купянск, то это такое мощное логистическое сообщение, которое вот дальше снабжало изюм, насколько мы понимаем, да, с помощью железной дороги, что идет прямое соединение с Купенском. Вот если сейчас идет борьба за изюм, то это фактически основное будет разрушение российской группировки в этом регионе. Вот мы там можем зафиксироваться, это будет для нас хорошим результатом? Или, как вы думаете, мы должны все-таки выходить, пока идем к границам? Все зависит, еще раз говорю, все зависит от наличия резервов. Главное не растянуть войска на очень большое расстояние, чтобы плотность войск не стала критической для нас. И тут, вот в этом главная задача управления войсками генерального штаба. Они должны четко контролировать вот эту ситуацию. Пока есть силы и возможности, да, надо наступать. Когда есть понимание того, что войск недостаточно для удержания. Одно полдела захватить, освободить территорию, но ее еще надо удержать. Потому что противник будет пытаться наносить контрудары, контратаки. Так что здесь главная роль генерального штаба в плане управления войсками, в плане оценки наших возможностей. Наших, в первую очередь.